Приветствую вас! Сразу предупреждаю, что ответ будет воспринят вами в зависимости от того, насколько серьезно вас эта проблема волнует и насколько вы вообще действительно хотите разобраться с тем, что происходит. Потому что, если вы задали вопрос так вот чисто просто чтобы, ну, наверное, вам это все покажется слишком сложным, непонятным и так далее. Вот. А если вы напротив задаете свой вопрос, чтобы действительно разобраться с тем, что происходит, то в таком случае я думаю, что вам будет это очень и очень полезно. Смотрите, ага, с одной стороны, с одной стороны, ваша реакция связана с неуверенностью в себе. К сожалению. Вот. То есть вы не уверены в себе, вы начали сомневаться. Ну, вот. Сделали именно девушку целью секса, то есть именно девушку вы стали ставить во главу угла. То есть вы в сексе хотите удовлетворить именно ее. Вот. Ну, если это так, то нет ничего удивительного, что у вас начались проблемы. Вот. Вот. Потому что когда человек думает о другом, в сексе начинается сложность. Секс это все-таки удовольствие для себя. Секс это все-таки то, что тот человек в первую очередь делает именно для самого себя, а не для другого. Вот. И в свою очередь это говорит о том, что вы себя недолюбливаете, вы себя, может быть, принижаете, а секс воспринимаете как некий такой... формат доказывания, формат доказательства того, что вы достойны, что вы имеете право, что вы можете, что вы способны и так далее. То есть секс, он превращается как бы в, ну, такое испытание, как говорится. И понятно, что в этом, ну, ничего хорошего нет для вас. Это, я надеюсь, понятно. То есть здесь вот такой момент. Дальше. Ну, значит, соответственно, да, если имеет место быть неуверенность в себе, если имеет место быть что-то такое, то, соответственно, я рекомендую вам здесь больше внимания уделять, а именно себе. То есть я рекомендую вам больше внимания уделять тому, что вы хотите, того, что вам нужно. Секс. Не думать о девочке больше, чем надо. И если вы обесцениваете себя, ну, действительно, если вы обесцениваете себя, если вы принижаете себя натурально, то это можно будет проанализировать. Как давно и почему вы себя принижаете. Может быть раскрыв это, мы сможем убрать ваш неверный акцент в сексе. Вот. Понятно, да? О чем идет речь. Дальше. Вопрос такой. Насколько вы комфортно себя чувствуете с девочкой? То есть как бы вызывает некоторые подавления под факт, что помимо сексуальных предпочтений, да, чисто внешних аспектов, вы ничего больше не выделили. То есть вот вызывает сомнения этот момент. То есть может быть мой коллега прав и вас действительно ничего не объединяет, кроме, допустим, ну, кроме секса. Если так, то данный аспект является крайне-крайне негативным для вас. Потому что это означает, что между вами и девочкой ничего общего нет, нет духовной связи, нет доверия, нет всего того, что является фундаментом отношений. Фундаментом доверия, фундаментом принятия другого, в том числе его ошибок. Занигает вопрос тогда, а не специально ли вы выбрали такого партнера в себе, который как бы проверял бы вас в отношениях? Не случайно ли вы выбрали себе такого партнера? И если честно, мне кажется, мне кажется, что нет. Если честно, мне кажется, что вы выбрали такого партнера в себе не случайно. Вполне возможно, что именно ваше желание доказывать привело к тому, что с первой девочкой вы расстались. Ну, вы же не из-за чего-то расстались, правильно? Не следит соотношение с этой. Значит, имеет место быть определенный сценарий. А если имеет место быть определенный сценарий, то его нужно рассмотреть для того, чтобы вам научиться его распознавать и выходить из него. Контролировать точнее. В самом-то сценарии может быть ничего плохого и нет. Но вот следовать ему, когда ему следовать, а когда нет, выбирайте исключительно и только вы. И вот это уже очень важный момент именно для вас. Чтобы вы сами самостоятельно могли, когда хотите сценарием пользоваться, а когда не хотите сценарием не пользоваться. Вот. Понимаете? Какая история? Какая история? Вот это, в принципе, очень и очень важно для вас. Дальше идем на счет. Так. Ну, вы видите как, вы не пишите, с какого момента у вас это началось. То есть вы не пишите, когда у вас началась проблема. Именно, ну, конкретно. Когда и с чего они начались. То есть как бы, как бы, то что они начались, это понятно, но когда, с чего. Вот. Вот. Это очень важно. А вы это не написали. То есть, тут нужно разбирать. Смотреть. Конкретно. Вот. Вот так. То есть обращайтесь. Желательно вместе с девушкой, вот, к психологу, поговорите, все решите, все раскроете и будет видно, что делать. Дальше. Часто помогает романтизация, помогают более доверительные отношения, помогает работать с тревожностью, доверием, с личными границами, с раскрытием, то есть проработкой своих переживаний. Но все это работает. Знаете, и однозначно такая проблема не пришла бы, если бы у вас все было прям в порядке. Вот. Поэтому имейте это, пожалуйста, в виду. Вот. Консультации с психологом, в том числе и вместе с девочкой, являются для вас наилучшим вариантом, если вы хотите сохранить отношения. Ну и что касается любви. Что касается любви. Любви. История здесь следующая. Чтобы понять, любите вы человека или нет, достаточно спросить себя. Спросить себя. Как я отношусь к ней? Чего я хочу для нее? Ответьте себе на этот вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку «Утро по ночь», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.